МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем очередное занятие аутогенной тренировки. Примите удобную позу. Сделайте три глубоких вздоха. Представьте себе, что вы в лесу. На автозаводе все благополучно. Конвейер движется спокойно и ровно. Детали поступают на сборку. Все детали для всех узлов. Я успокаиваюсь. Я отвлекаюсь от всего, что меня тревожит. Я отдыхаю. Три машины в минуту, 180 в час, 2500 в сутки, 700 тысяч в год. Каждый год, каждый год, каждый год. Все мышцы приятно расслаблены и отдыхают. Приятное тепло ощущает все мое тело. Во всех бригадах людей в достатке. Никто не увольняется с завода. Ритмично работают смежники. Точно в срок поступают комплектующие детали. Мое дыхание становится спокойным и ровным. Я отдыхаю. Три машины в минуту, 180 машин в час, 2500 в сутки, 700 тысяч в год. Каждый год... Волжский автомобильный завод никого не интересует с точки зрения отчетности. Сколько вы собрали, сколько вы сдали, сколько вы обкатали, сколько у вас в 86-м, сколько во 2-м, в 81-м, в 46-м и так далее, и так далее. Отгруз товар. Не отгрузил, нет товара. Отгрузил, нет товара. Есть среди них, да и немало, тех, кто в апреле 70-го собирал здесь, на главном конвейере, первый автомобиль «Жигули». Праздновали первый миллион машин, затем второй. Каждые полтора года миллион автомобилей. И вот он, 6-ти миллионов. Это почти в полтора раза больше, чем было выпущено в Советском Союзе легковых машин за все время до постройки Волжского автозавода. От первой машины к сегодняшней утверждались навыки коллектива. Назовем их привычкой хорошо работать. Никто не ждет от тебя перевыполнения нормы. Сделай пусть похуже, но по большему. Здесь существует надбавка к заработной плате за выполнение сменного задания. Выполни качественно, в срок, то, что положено, и все тебе будут благодарны. Не больше и, разумеется, не меньше. Ровно столько, сколько нужно для выпуска автомобилей. Генеральный директор объединения «АвтоВАЗ», герой социалистического труда Анатолий Анатольевич Житков. Ну что же, условие поставлено и принято. Нам разрешили наблюдать за жизнью завода, а мы постараемся показать вас беспрекрасно. На заседании генеральной дирекции у каждого свое место. Здесь многое стало привычным за минувший год. В том числе и киносъемки. Это не первый, да и не второй фильм о ВАЗе. В шли годы, утверждался порядок работы. Принятые на заводе централизации управления производством, прогрессивные формы оплаты труда, бригадный метод работы, сложились в свою систему. Система работы ВАЗа, отмеченной решением ЦК партии, нашла себе многочисленных последователей. Авторы ее, инженеры и рабочие, удостоены государственной премии. Система – это такая организация, такой порядок, когда бесперебойная работа есть норма. А суть управления заключается в том, чтобы не было отклонений и сбоев. Предусмотреть все, что может помешать беспрерывной работе, обезопасить производство от неожиданностей, этим заняты на каждом оперативном совещании, и в цехе, и на регулярных заседаниях генеральной дирекции. Работа по заведенному кругу, от загрузки плавильных печей к готовому автомобилю. К этому стремились и этого достигли. Сборка идет с небольшим отставанием. Простои за неделю сократились, хотя имели место в основном по пятым... Заметим, однако, все, что становится привычным, однажды напоминает о себе и с другой стороны. Рождает инерцию мышления. Впрочем, к этому мы еще вернемся. На ВАЗе прежде всего поражают масштабы. 170 километров конвейерных линий. Почти 20 тысяч станков. 100 тысяч человек работает на заводе. А, быть может, начать с самого малого. Увидеть путь одного автомобиля. Всего лишь одного из тех, что все время сходят с конвейера. Одного, но совершенно конкретного. Скажем, того же шестимиллионного, что встречали фанфарами в конце конвейера. Вернемся теперь вспять. Пройдем за этой машиной с самого начала, узнав все ситуации, все трудности и их разрешение в те считанные часы и минуты, которые отведены на рождение автомобиля. Рождение начинается здесь, под стон плавильных печей в металлургическом производстве. Застынет расплавленный металл и появятся первые детали. А кузов рождается в прессовом производстве. Тонкие стальные листы приобретают форму. Крыша, пол, боковые стойки. Пройдут через сварку и станут единым целым. Следом окраска. Кузов машины, модель 2105, цвет бежевый, порядковый номер 6 миллионов, выходит на главный конвейер. Модель 2105, цвет бежевый, номер, передает оператор по телетайпу. Модель 2105, номер, в механо-сборочном производстве началась подготовка двигателя для нашего автомобиля. Через три часа двигатели кузов должны встретиться на главном конвейере. Движение только начато, а заботы о будущей машине идут далеко впереди. Многое надо предусмотреть, вовремя совместить. А конвейер, он как время, идет и идет. Движется с ним и наш автомобиль. Сейчас начнется установка узлов, деталей. Их будет 10 тысяч, прежде чем свершится в конце конвейера обыкновенное чудо. 10 тысяч деталей, соединившись в одном автомобиле, дадут движение. Соединяться благодаря усилиям не только автозаводцев, но и многих других коллективов, занятых выпуском автомобиля. Значит, и взаимодействие между ними должно быть столь же четким, как работа хорошо пригнанных деталей. В идеале, конечно. Была суббота. По субботам завод работает в одну смену. Анатолий Федорович, добрый день. Вы знаете эпопею с рассеивателями и фонарем на пятую машину? А могу вам сказать, вы представляете рассеиватель и контр, вот эта вот нанесенная фольга на внутренней поверхности. Так вот, сам рассеиватель имеет вогнутость, так, и эта фольга, которая нанесена при сборе, при сборе с отражателем, соскабливается, сдирается. Так, и вот получаются такие вот прорехи. Через склады Центрального производственного управления, которым руководит Александр Иванович Шенбергер, проходят все материалы, все детали, десятки тысяч наименований. Пример централизации, принятой на заводе. Здесь нет долгосрочных запасов, а, кажется, негде было бы хранить. Задача – обеспечить работу завода на три дня вперед. И Александр Иванович живет заботами на послезавтра. Но правил, как известно, не бывает без исключений. Есть у начальника управления список, тревожный список дефицита, детали, которые нужны сегодня, завтра. Нельзя оставлять такой фонарь на машине. Противно смотрится. Он смотрится противно. Сверху, снизу он смотрится противно. Если нам придется менять эти фонари, это же снова очень накладно. Мы в день получаем, ежедневно, в день получаем порядка 80-90 вагонов. Значит, 5-6 самолетов, 4-5 вертолетов. Ну и, конечно, значит, где-то сотню в целом машин, тягачей. Это ежедневно. Стиль работы с поставщиками здесь свой, вазовский. Тоже своя система. Прежде чем требовать, спроси, как помочь. Надежно связаны со смежниками, постоянно бывает у них, помогают наладить работу. Выступают ходатаями по делам поставщиков, добиваясь оборудования, транспорта, недостающих материалов. И все-таки случаются обрывы в цепи поставок. Летит, как на пожар, вертолет и привозит лишь один ящик. Но в нем детали, без которых не выпустишь в срок автомобиль. И снова в путь в полет за дефицитом. Вот из десяти позиций, которые были сегодня не обеспечены во вторую смену, у меня пока сейчас осталась одна позиция. распределитель зажигания на двадцать первую машину. Мы ждем, вот сейчас в четырнадцать часов должны прийти «Жигули», скорый поезд из Москвы, и в купе должны провести двести штук. С нарочным. И все, и вопрос сегодняшний будет снять. Все остальное, вот это, это на завтра. На завтра же. Так, а по сборке какие-нибудь эксцессы были еще? Пока нет, но скоро начнутся. Снова подводят Сызранский завод «Классмаз». Боюсь, не выпутывшись от трассы. Остановим главный конвейер. Почему? Кончилась в Сызране смазка, без нее отнивынишь из пресс-форм подушки для сиденья. Был запас помалкивали, а сегодня, смешно сказать, да и не до смеха. Начали даже со стен соскребать подле вентилятора, где оселуют самая смазка. Получают ее из свистучей, это под Минском. Нам нет царья. И да, одним словом, Ленин в Сызране встал, так что подуши в ближайшее время и знать нечего. Так, пока не поздно, давайте включайтесь в это дело. Включайте ваших товарищей. Опасная ситуация складывается, крайне опасная ситуация, я бы сказал. Вновь разомкнулось звено в цепи поставок. На этот раз она протянулась от автомобиля к тем дальним морям, где перестали в последнее время истреблять кошелоты. Без кошелотового жира не научились пока делать смазку, которая нужна Сызранскому заводу пластмасс. А нет смазки, это сиденье для автомобилей. Пока они движутся по конвейеру. Но много ли осталось? Как же успеть, как решить проблему в один день, коль не хватило кошелотов на наш век и запросились они кандидатами в красную книгу. Я отдыхаю. Вставляют ветровое стекло, под капотом появились провода, укреплены фары. Каждая операция требует одного, а то и двух человек. Нехватка людей, между тем, все больше ощущается на заводе, особенно на трудоемких участках, скажем, в цехе крупной штамповки и, конечно же, на главном конвейере. Казалось бы, текучесть кадров не так уж велика, в сравнении, понятно, с другими предприятиями автомобильной промышленности. 10 процентов. Но это значит, ежегодно уходят с завода 10 тысяч человек. Одни берут расчет, так и не привыкнув к производству. Других привлекают необжитые места. Собрался было отправиться в Сургут после девяти лет работы на конвейере и бригадир Николай Козлюк. У нас работал парень в бригаде. Его братишка, он приехал оттуда и набирал команду туда, в общем, бригаду какую-то. Ну, значит, я вот с этого разговора и пошел. 15 дней работаешь, 15 дней дома, отдыхаешь здесь. Возит самолетом бесплатно. Да, туда-назад бесплатно самолет. Все-таки остался. А вообще-то я привык, не могу, у меня какая-то такая натура, что вот если я прирос к этому месту, вот я не могу уйти. Как-то уже она родная мне, и все. Привык должно быть к своей бригаде. Бригада нормальная. Ну, как-то мы создаем бригаду, коллектив. Собственно говоря, вот попадали к нам такие товарищи, которые, ну, нет у них какого-то желания работать, качественно. И так, пришел с утра до вечера, отработал в 8 часов и ушел. Его ничего не интересует больше. Ни качества, ни товарища, ничего. Ну, беседовали с такими товарищами, мол, на путь поставить не получается. Потом просто предлагали, слушай, ты найди себе место по душе. Ну, не лежит тебе душа работать здесь. Ну, уходили и все. Не нравится уходи, тоже привычка, оставшаяся от тех времен, когда желающих работать на будущем автозаводе было хоть отбавлять. А теперь начальники цехов беседуют с каждым, кто надумал расстаться с заводом, просят не торопиться, стараются отговорить. Вот. Решили уйти с завода? Ну, я вообще-то собираюсь поступать на изучение в этом году где-то. Ну, и в общем-то это. Время нужно готовиться. Музыка такая штука, что надо заниматься каждый день. Но вы не пытались, скажем, у нас ведь прекрасный завод, передовое предприятие странное. Не пытались, скажем, сменить профессию на будущего инженера или техника по машиностроению? Пока еще. Пока еще нет у меня таких желаний. Значит, решение абсолютно все равно. Вопросы есть еще? Почему вы решили все-таки расстаться с цехом? Ну, как? Года уже на трех работают. Вчера учатся. Просто. Ну, а если попробуем подобрать что-то в цехе, скажем, одна смена? Ну, если работы будет устраиваться, я не против. Значит, давайте тогда так. Мы разговор тогда сегодня не будем принимать решение по вашей кодитории. Я попробую вам что-либо подыскать. Согласны, чем комиссия? Да. На Волжском автомобильном заводе с мая 79-го года. Да. И расскажите, почему вы решили уйти из цеха 45-2? Просто уезжаю домой и еду к своим родителям. А где родители живут у вас? В Чувашии. В Чувашии. Где там? В селе, в городе? В городе Козловка. Козловка. Ну, а чем в нашей Тольятти хуже Козловки? Ведь, в конце концов, можно здесь обосноваться навеки и пустить рабочие корни такие, что будет целая династия на Волжском автомобиле в заводе. Может быть, вы не сошлись с мастером, с бригадиром, с коллективом? Может быть, вы в другой бригаде будете заводить? Нет, я все-таки поляк домой. Хочу домой. Это первая причина. Вторая причина. Из-за мастера. С нашим мастером просто невозможно работать. Вы сами знаете, как вы машины. Он знает только свое. А вот то, что ты ему говоришь, он ничего это не знает и не понимает. А он не понимает, что человеку надо или еще что-нибудь в этом роде. То есть он не прислушивается к вашему мнению совершенно, да? Нет, конечно. Бригадир, о нем все так думают. Он только проводит свою линию? Да, он слушает только того, кто давно уже работает. А вот молодых рабочих он никогда не слушает. Вера Геннадьевна, мы вас очень просим не делать этот шаг. Вы подумайте, мы подойдем. Может быть, мы вам другую бригаду подберем. У нас ведь мастера есть. Замечательно. Хорошо. До свидания. Да, он немножко мужик угловатый, понимаете? Вот такая особенность у него есть. Он ведь живет на полном серьезе. Скажите? Он не улыбнется никогда. Я вам подошла и сказала, вы что, Петрович, дайте мне административных. Нет. А это не очень нужно было. Вам, когда нужно, я же вам иду на уступки, правильно? Вы меня полмесяца просили работать одну на бочках. За двоих работала. Я вас попросила, вы мне ничего не сделали. Вера, мы оплачиваем. Перегрузку мы оплачиваем. Вот вы бы не оплачивали и все. Идем и, значит, на всевозможные дополнительные как-то уступки. Вот. Ну, когда, ну не всегда ведь у нас такая предоставляется возможность. Вот. Удовлетворить вашу просьбу. Как все так угрожать? По разрядам, кто еще? Где вы не успевали? Не встанечный разряд у вас начинает. Соберись, бригада, вот так, но пораньше. Выскажи мастеру все, что думают о нем. Может быть, и Вера не запросилась бы домой. С другими рабочими на замену выходного дня. Значит, просит, просит... Зачем вы так говорите? Зачем вы так говорите? Я разговаривала. Просто у девчонок не было возможности. Все уже поменялись, кому нужно было. Я к вам подошла, я к вам подходила ни один, ни два раза. А вы мне отказали. Нет, и все. Кончился перерыв. Поговорили и разошлись. Сегодня Вера на главном конвейере, а завтра на ее место потребуется другой человек. Кто приведет его? Мастер? Надо вообще запретить на заводе грубо обращаться с подчиненным. Надо, чтобы на заводе был дух, так сказать, понимания, уважительного отношения к человеку. Секретарь портском и полит Леонардович Рымкевич. Я, чтобы это мастер или начальник лицеха, там, или более высокий руководитель, надо наказывать и менять, если они, так сказать, грубо обращаются с рабочим. Сегодня ведь никто не говорит, надо усиливать экономическую работу. Она существует в совершенно конкретных позициях и говорят по конкретным позициям. Но повсеместно говорят, надо усиливать воспитательную работу. А что это такое? Это очень сложный многофакторный процесс, понимаете? И не подготовлен руководитель силы. Но многое мы можем сказать. Например, надо ямиц отправлять на принудительное лечение. Почему мы этого не делаем сегодня? Потому что очень много волокиты. Анна Михайловна, Анна Михайловна, потому что существует... Мы очень, мы знаем, что нам надо делать. Вот делать надо. Нет, вот в том-то и дело, вот Анна Михайловна. Мы знаем, как надо заниматься наставничеством, а сплошь и рядом не делаем. Анна Михайловна, мы знаем, что нужно делать. Привыкли со времен строительства рассчитывать на приезжих. И посылали экспедиции в поисках рабочих рук. Зазывали к себе. В общем-то, так же, как переманивали бригадиры Козлюка из Тольятти в Сургут. Это и есть инерция мышления. Рядом вырос свой автоград подрастающему поколению и работать на заводе, который строили отцы. Но лишь недавно открыли здесь первое профессионально-техническое училище. Сегодня молодежь манят другие стройки. Это БАМ, Тюмень. Заместитель генерального директора по кадрам Константин Григорьевич Сахаров. ...считывать на приток людей со стороны. На заводе существует сегодня программа, которая и должна обеспечить стабильную работу завода. Эта программа включает в себя прием рабочих со стороны только жителей нашего города. Это развитие сети ДПТУ в этой пятилетке до 6-7 тысяч. И тут хватит, видимо, нам выяснять отношения. Нужно работать. Где может работать тот или иной выпускник? То ли он пойдет в профессиональное училище и уже будет знать, значит, на какую... Если бы молодых парней сразу ориентировать со школы, кто на что способен, вот тогда бы, мне кажется, текучесть намного уменьшилась. На ручной штамповке работал 10 человек. Мы сейчас работаем на автоматической четверо. Вот вам резерв автоматизации и механизации всех технологических процессов штамповки. Скажу то, что, ну, уволиться бы не уволился, а перевестись, наверное, перевел с ручной штамповки. Но перешел на автоматическую и на сегодня работаю на ней. Меня она на сегодня устраивает. И работа, и, конечно, заработная плата. Об этом тоже забывать не стоит. Мы совершенно, значит, мало внимания уделяем людям, которые работают с семейными династиями. По пять, по четыре, по шесть человек есть работают люди, все работают на заводе. Я думаю, что их надо выдвигать в голову списка на получение жилья. Такая, скажем, проблема, как встреча молодых людей. Скажем, найти себе жену, найти мужа. Где, как ни на конвейере, у нас такая богатая возможность создается. Всего лишь один автомобиль. Но сколько же сложности, задач, требующих скорейшего решения, связаны с его рождением. В период пуска завода на стройке была одна из делегаций, которой я давал пояснение, рассказывал, как будет работать завод, что заложено. И вот один из членов этой делегации такое замечание сделал, что это очень интересно. И мы не сомневаемся в том, что так это и будет. Удивляться приходится, как это могла вообще человеческая мысль так гармонично все это дело создать. А у нас, у меня, говорит, к вам вопрос. Когда все это так будет гармонично и автоматически работать, то вам-то что тут будет делать, назову? Хотелось бы, конечно, чтобы всего и всегда было в достатке. А наши представления о том, как должно быть, непременно совпадали бы с тем, что есть. Но зачем говорить о времени, в котором мы пока не живем? Надо уметь действовать сегодня, в том времени, которое тебе отведено. Не дожидаться же другого. На ВАЗе не признают тупиковых проблем. Одни решаются немедленно, другие спустя срок. Но чтобы смириться, махнуть рукой, идет как идет, этого не бывает. И если за все годы, вопреки всем трудностям, ритмичность завода ни разу не была нарушена, сказалась активная позиция коммунистов, всего коллектива. Исчерпан до конца, до последней подушки, запас сидений. Потянулись пустые контейнеры. Автомобиль без сидений, такого не бывает. Неужели придется остановить главный конвейер? Здесь стоит дилемма. Если на сегодняшний день не обеспечен конвейер подушками, то одно из двух – либо остановить все производство, либо выпускать некомплектный автомобиль. Но в то же время, если мы остановим производство, то ведь будет стоять тогда все. Потому что если остановится конвейер, сборки автомобилей, остановится окраска кузовов. Остановившись окраску, остановится сварка, потому что некуда будет девать эти сварения. Остановится все. Достаточно сказать, что если мы, скажем, 2 января, остановили бы полностью на день завод, то восполнить потери выпуска автомобилей практически почти невозможно до конца года. Решение принято. Завод продолжает работу. Машины без сидений, неукомплектованные автомобили отгоняются пока на трек. Пока. Конвейер, как горсти конфетти, выбрасывает все новые и новые машины. И неоткуда взять для них сидения. Их делают только на Сызранском заводе пластмасс. А там по-прежнему стоит работа. Впереди участок, где должны встретиться кузов и двигатель. Встретятся точно в срок, минута в минуту. Модель 2105. Двигатель для шестимиллионного автомобиля. Каждая линия нагружена до предела. Большинство станков не имеют дублеров. Начальник цеха «Мотор-1» Виктор Иванович Филоненко. Начинал работать слесарем-сборщиком. На автозавод приехал во времена строительства инженером. Три года назад был назначен начальником цеха. Приходится уделять очень много времени этой работе. Потому что цех трудный. В цехе 72 линии автоматические. Мы имеем одну треть автоматических линий на заводе, которые существуют. Эти линии находятся у нас в цехе. Пришел я в марте 79-го года в цех «Мотор-1». Начал изучать оборудование. Начал знакомиться с цехом. Больше встречаться с наводчиками. С теми, кто непосредственно работает на оборудовании. Не стеснялся спросить. Узнать у них. Поинтересоваться мнением. Ситуации разные бывают. Они возникают. Меняются. Меняется каждый час. Бывают сложности. Приходится принимать решения. Поломка. На линии обработки блоков цилиндров остановился станок автомат. Считанные минуты на ремонт. Прекратилась обработка блоков и приостановилась сборка двигателей. А дальше главный конвейер. Ему опять грозит остановка. Не раз приходилось нам слышать на Волжском автозаводе. При всей организации. Системе, которая здесь действует. Все в конечном счете зависит от работы людей. Сломается оборудование. Его можно восстановить. Случится беда. Не справимся однажды с заданием. Наверное, нам помогут. Но если будет утрачена привычка хорошо работать. Чем ее вернешь? Считанные минуты на ремонт. Линия действует. Пошли, пошли блоки. Пуск. Еще одно рождение. Ожил, работает двигатель шестимиллионного автомобиля. Ритм восстановлен. О ВАЗовской системе коротко не расскажешь. Ее надо изучать. Но, пожалуй, самое главное в том, что сама работа, ее организация и есть воспитатель первой руки для всего коллектива. Кузов и двигатель. Встреча на главном конвейере. В назначенном месте. В назначенный час. Я отдыхаю. Конвейер замер. Конец субботнего дня и все воскресенье впереди. Субботния. Конец субботника. Конец субботника. Это по всему заводу существует такой порядок, такой закон. Только конвейер остановился, уже ремонтники пришли и приступают к ремонтным работам. То есть не тогда, когда сломалось, а предупредить, посмотреть. Это своего рода доктор. Ну, доктор, конечно, мы привыкли называть доктора, который лечит человека, а мы должны поставить диагноз точный и отремонтировать оборудование. Бригадир ремонтников, герой социалистического труда, член Центральной ревизионной комиссии КПСС, Василий Михайлович Малыхин. Спешно заменить детали, узлы. Утром в понедельник все станки должны работать. С годами у ремонтников все больше дел. Стареет оборудование? Оборудование стареет, конечно. Изнашивается. Естественно, это закономерно. Но у нас сейчас хорошая ремонтная служба. Если раньше для нас был ремонт, допустим, отремонтировать какой-то узел, ну, затруднение, то сейчас вопросы эти сняты. Да, опыт ремонтников стал иным, чем был прежде. Они, пожалуй, самые квалифицированные, да и уважаемые люди на заводе. В уходе за оборудованием своя система. Биография каждого станка, любая поломка с ним приключившаяся, заложены в память ЭВМ, надежно рассчитанные в сроки профилактического ремонта. Появилось на заводе и свое станкостроение. Научились не только восстанавливать оборудование, модернизируют его, а порой и делают заново. Немало станков, линий, которые работают теперь надежней, чем во времена их установки. Но всему, как мы знаем, есть свой предел. Оборудование действует без отдыха уже второе десятилетие. Хоть и работает исправно, но все равно устаревает морально. Не будет к понедельнику подушек сидений, станет еще больше неукомплектованных машин. А их вон уже сколько собралось. Так, ну я хотел бы, товарищи, проинформировать обстановку несколько, которая сейчас вложилась вокруг Сызрани. И чтобы мы потом на следующий раз друг другу, понимаете, более откровенно в глаза смотрели. Ника Шалотов же винить, в конце концов. Директор Сызранского завода пластмасс Брюхнов был вовремя предупрежден, что нет сырья для смазки. Но медлил, надеялся, начнется пожар, найдутся пожарные. И оказался прав. По-своему, конечно. Работники автозавода добыли все же Кошалотовый жир. Доставили самолетом в Свислыч, оттуда опять самолетом, первые партии смазки в Сызрань. И везут вертолетом первые подушки. Хоть пути от Сызрани до Тольятти всего 100 километров. Обшивают сиденья. Работают люди в воскресный день. Успеть к понедельнику. Дорого, так дорого, что и не подсчитать, обходится каждый разрыв в цепи поставок. Такова цена хозяйственной неслаженности, ликвидировать которую, как было сказано на 26-м съезде партии, наша задача. Воскресенье идет своим чередом. Субтитры создавал DimaTorzok Отдохнул, подышал, ничего не поймал. Ну, поймал там 2-3 штучки, не считается. Да не в этом цель, не в этом задача. Задача заключается в том, чтобы отдохнуть физически, или вернее устать физически и отдохнуть умственно, отвлечься от тех забот, которые тебя поглощают каждочастно. Каждочастно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подушки готовы, но они еще в цехе, а конвейер не ждет. Скорее, здесь не до механизации. Практически, кроме сидений, кроме сидений, у нас, вот на сегодня на утро, у нас имеется 610 автомобилей, которые стоят без сидений. Так? Значит, кроме, значит, автомобилей без сидений, у нас обычный технологический поток, который у нас должен быть. У нас должно быть, значит, 1100 автомобилей в потоке, значит, в обработке, так? А сейчас у нас имеется их 1800 автомобилей. Практически, если бы вот не этот срыв, то положение было бы более или менее нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодня инцидент исчерпан. Вычеркнута строка в тревожном списке дефицита. Бережет эти списки, Александр Иванович, тоже история. Вот они. Каждый месяц. Ну, они не являются, как сказать, уж такой, я бы сказал, необходимостью. Но они интересны сами по себе. Вот иногда в воскресенье придешь, выходной день, так, ну, кроме дел, заглянешь, что было когда-то, куда мы идем, было хуже или было лучше. Не надо тебе ни рыться нигде, взял, поднял тебе, какой месяц нужно, и посмотрел, и все. Так куда мы идем? Пока идем неплохо. Это частенько было. Жизнь шофера, она энтузиазм основана. Там, что выпустили, мы должны немедленно пристать на конвейер. И про то вовремя. Мы это делаем. Мы это делаем. Зимой, значит, идет дождь, это, представляете, лед, голимый, значит, еще плюс к этому, значит, дождь идет. Машина, прямо вообще, как говорится, практически неуправляемая. Там за Пензой горы такие. И как ехать? Ехать-то надо. Значит, знаю о том, что все-таки, как говорится, такой коллектив, стоят, ждут тебя. Дефицит сюда ведешь, ну, что не будет такое. Всю ночь ехал, ну, к 7 часам приехал сюда. Да, что же делаешь? Надо возить. Надо возить. Дорога ужасная, я сам тоже. Дорога ужасная такая, что кировцы не проходят без прицепов даже. Буксуют эти гостиничные трактора. А мы идем, все равно идем. Я, значит, практически за сутки я преодолел расстояние 1300 километров. Ну, сюда привез на вас, конечно, тут уже меня ждали со светом и бятями, как говорится. Сразу прям разгрузили все это на конвейер. Говорят, вот к 7 кросс-лоза должен быть. Что я и смотрю, с Жигуровской горы пустил. Сколько возьмет, смотрю на конце гэса с панарем машет. Стою, остановился. Куда-то, говорит, у меня зашкалило вот это. Спидом это? Нет, нет, нет. Радар. Радар кричит, зашкалило у меня, куда-то, значит. Я говорю, документы вынимаю. Ну, вот, смотри, вот, к 7 надо на конвейер. Да, да, да. Наружил, давай штраф. На, скорее, рубль, вперед. Да, да. Такая дорога, я сидел, что очень тяжело. Привычный. Работа хорошая, интересная. Но зима очень плохая. А летом? Отлично. Волнения, хлопоты, умаляющие телефонные переговоры, решение пилотов о вылете в плохую погоду, бессонные ночи водителей и ожидания, ожидания, когда же привезут, не дается пока без этого бесперебойная работа. И все-таки многое со временем становится привычным. Даже сбои их научились преодолевать. Как решился вопрос по фонарю? А? Мы только-только начинаем ноги уносить, понимаете, по сиденьям. А теперь этот фонарь. А завод работает по заведенному кругу. Выпускает машины, пользующиеся неизменным спросом. Их сделано уже 6 миллионов. Собрали 6-ти миллионный автомобиль, а следом без перерыва пошел 7-й миллион. Но жизнь не идет по кругу, как автомобили на треке. Жизнь, как и конвейер, знает только одно направление движения. Только вперед. Давно освоен первоначальный проект завода. Перекрыты намеченные мощности. В начале пятилетки и в конце ее завод станет выпускать одно и то же количество автомобилей. Стабильность. Как же развиваться дальше? Идти вперед и не стареть. Прежде мы говорили обычно, расти вширь, увеличивать объемы производства. Самое легкое, это самое пустое, элементарное. Значит вопрос, давайте ставить дополнительное оборудование. Оно требует дополнительно мощности, оно дополнительно требует людей. А они требуют дополнительно квартир, ясель, мясо и так далее. До 1975 года люди не уходили с завода. Хотя может быть в их воспитании ничего в то время тоже не менялось. Вот до 1975 года они не уходили. Потому что люди шли, так сказать, на какое-то большое дело. Хотя тогда люди, может быть, жили в палатках. Хотя они тогда вместили сапогами грязь. Все это было веяно романтикой какой-то. У нас и ножунги были в то время такие. Отцы магнитку строили, а мы автозавод. Конечно, присутствовать при строительстве такого завода, при запуске этого завода, это романтично, это очень интересно, это захватывает. И, конечно, это очень здорово. Но мы считаем, что это все-таки легче, чем вот ежедневно устойчиво поддерживать сегодня работу завода. Ежедневно устойчиво выпускать 2600 автомобилей. Что? Это же вопрос тоже всегда можно поставить. Что труднее, что легче, создать завод или потом работать на этом заводе? Сейчас будни, сейчас, в общем-то, рядовая работа. Вазом никого не удивишь сегодня. Однако завод постоянно выпускает новые машины. Создано шесть моделей автомобиля «Жигули» и сельский вездеход «Нива». Разве этого недостаточно для развития завода? Очередная новая модель «Жигули-2107». Но это лишь вариант в семье все того же первоначального автомобиля, который был принят к производству без малого полтора десятилетия назад. И делать его будут все на том же оборудовании. Безусловно, безусловно. Все требует модернизации. Все требует усовершенствования. Все в какой-то степени устарело. Здесь нужно второе дыхание. Здесь нужно, если хотите, дальнейшее развитие вазовской системы. Второе рождение вазовской системы. Не поторопились ли мы, однако, сказав, что на вазе не признают тупиковых проблем? Стареет оборудование? Остаются трудности с поставщиками? Коллектив ждет нового дела, которое поведет за собой, как было во времена рождения ваза? Тогда все усилия определялись проектом завода. Теперь самим приходится рассчитывать последующие шаги. Недавно на заводе появилось управление технического развития. Руководит им заместитель технического директора Юрий Георгиевич Корнаухов. Развитие должно быть постоянным, непрерывистым. Развитие должно быть не скачкообразным. Ну вот мы планируем, чтобы в 1985 году из сегодня выпускаемых моделей автомобилей Осталось не более одно. Это вот автомобили ВАЗ-2103, ВАЗ-2106. Остальные модели мы хотим к тому времени заменить. То есть вот сегодня мы осваиваем производство автомобилей ВАЗ-2105. В этом году начнем производство автомобилей ВАЗ-2107. И в 11-й пятилетке должны начать производство нового переднеприводного, нового базового переднеприводного автомобиля, который должен заменить самую нашу, так сказать, старую модель автомобиля ВАЗ-2101. Обновление завода не приходит само по себе. Оно всегда производное от новой продукции. В автомобилестроении это принципиально новая базовая модель. Жигули 2108. Нелегко оказалось доказать, что эта машина должна быть абсолютно оригинальной, не имеющей общего с сегодняшними моделями. Еще труднее было получить ассигнование на новое оборудование. Сумма их составляет одну треть отныне действующего. Но как иначе развиваться заводом? И решение принято. Новой машиной заняты не только в управлении главного конструктора. Вместе с Георгием Константиновичем Мерзоевым, главным конструктором, работает и начальник планово-экономического управления Владимир Иванович Щербаков. На первых же этапах совместить поиск новой конструкции с четким экономическим расчетом. Машина должна быть современной, а значит надо выиграть время. Скорее начать ее производство. Ну пять лет, вообще-то говоря, для нашей автомобильной промышленности разработка и постановка на производство автомобиля в течение пяти лет это короткий срок. Я бы даже сказал рекордный. Да. И не только для нашей автомобильной промышленности. Значит, более короткий срок разработки и постановки на производство автомобиля был сделан только Volkswagen, который сделан за четыре с половиной года. Но при этом, по всей видимости, затраты, которые были у него на подготовку производства и освоение этого автомобиля, были значительно выше нашей. Значит, прежде всего, этот автомобиль переднеприводный. У этого автомобиля новый двигатель. Ну и, соответственно, все новые агрегаты шасси. Кузов имеет форму необычную несколько для нас. Многие технологические процессы, многие виды оборудования. Нельзя сказать, чтобы устарели. Но появились другие, которые более прогрессивные, более... Более, я бы сказал, производительные. Значит, и вот постановка новой модели и позволяет поднять и технологию на современный уровень. Новый автомобиль — это не просто полет фантазии и смелость мысли. Это и необходимость. Трезвый взгляд на судьбу завода. Три линии движутся в корпусе главного конвейера. И как бы три основных потока протянулись через все производства. Обеспечивают работу конвейера. Теперь создается четвертый для новой машины. Начнет действовать. И освободится один из прежних для обновления, подготовки к пуску будущих моделей. Так складывается система постоянной модернизации завода. Шагать вперед, обновляя тылы. Новая машина — это новые материалы. Все более усложняющаяся география поставок. Но ведь перебои с ними происходят не по злой воле. Автозаводцы проследили весь путь подставок. От начала и до конца. Вошли с предложениями во многие министерства. Добились согласия на закупки оборудования, сырья. Строительство новых цехов на смежных предприятиях в 11-й пятилетке. Это первая самостоятельность, полностью своя модель автомобиля. На которой можно создать коллектив. Можно проверить коллектив. И после которой можно будет свободно шагать дальше, создавая новые современные модели автомобиля. Пуск! Самим создать свою первую базовую модель массового современного автомобиля. Утвердить через нее систему постоянной модернизации завода. За это взялось сегодняшнее поколение автозаводцев. Это и есть второе дыхание ваза. Если хотите еще одно его рождение. Георгий Константинович, вы позволите снять чехол и показать будущий автомобиль? Нет. Форма автомобиля, его внешний вид, его, будем говорить, стилистические особенности, являются самым высоким секретом для фирмы. Поскольку именно это то, что, прежде всего, привлекает потребителя к автомобилю. Это, прежде всего, внешний вид. Потом он уже разбирается, так сказать, в его характеристиях. Можно потом ругаться, не ругаться. Но выбор он сделал. Автомобиль принципиально отличающийся от сегодняшнего дня. Когда же увидит его потребитель? Ну, в первых вариантах, если этот потребитель внимательный, он может уже сегодня их увидеть. Потому что автомобили испытываются и ходят по улице. Добились, отстояли идею нового автомобиля и, в общем-то, вызвали огонь на себя. Приходится заниматься новой работой и вести прежнюю. Не только сохранять достигнутые показатели, но и высвобождать ресурсы для последующих дел. Строить новые корпуса, размещать оборудование, доводить модель своего автомобиля. Все, как было во времена строительства. Сейчас уже практически приступить к этой работе и помочь нам. Потому что без решения этого вопроса говорить о выпуске качественного автомобиля не приходится. Если мы у себя на заводе этот темп осилим, то я попросил, чтобы управление смежных производств ответило, оно осилит этот темп или нет. У нас мощностей 80 тысяч годовых. А нам уже 180 в этом году. Я прошу прощения, я вас не прерываю. Увеличить эти мощи хотя бы до 120, пока положение результатов не будет. И еще один вопрос. Мы на сегодняшний день обеспокоены оснасткой, сварочной оснасткой для сварки капота. Я считаю, здесь решение партнерского нас возит, что кто-то отвечал за комплексную подготовку. Это самая основа, я считаю, сегодняшнего дня. На сегодняшний день нормальная тема. И причин для паники, что мы, так сказать, все провалим и ничего не запустим, так сказать, я не вижу и категорически с этим не могу согласиться. Ничего не поделаешь. Жизнь не терпит остановки. Хочешь хорошо работать, умеешь разорвать с привычным. Но как же трудно это дается. Хорошо самому работать этого мало. Вот когда, знаешь, бригада, в которой находишься, и те товарищи, с которыми работаешь, и они хорошо работают, вот это тогда уже, я так понимаю, значит, я хорошо сработал. Когда мы говорим, хорошо работать, мы об этом говорим, в общем-то, все понимаем, на ВАЗе очень трудно работать. Очень трудно. Вообще не трудно, даже интересно, но времени хватает. И если кто-нибудь понимает систему Волгского автомобильного завода или работа системная, что это нечто легкое, то он глубоко ошибается. Это тяжелая работа. Для меня завод это, в общем-то, я считаю, моя жизнь. Для того, чтобы хорошо работать, работа должна нравиться. Это самое первое. И когда нравится работа, тогда и получаешь удовлетворение от работы. Кстати, кинооператоры все очень любят показать конечную точку на конвейере. Когда сходит автомобиль, он тут же завелся, прошел на стенд, фары зажег, да, фары зажег, все ему отрегулировали, и дальше он пошел красиво по треку. И при этом все, конечно, говорят о том, вот как работает завод, 22 секунды и автомобиль. Но надо попробовать выпустить 22 секунды автомобиль, тогда все станет ясно. Хорошо работать всегда трудно. Конечно, трудно. 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 Трудно.